Полгода назад марка Audi расширила семейство Q5 купеобразным спортбэком. У этой версии покатая крыша и уменьшенный багажник, но по остальным параметрам кросс-купе полностью повторяет исходный кроссовер. Теперь стало известно, что за стильный силуэт будут просить 360 тысяч рублей доплаты, а самый недорогой вариант планируют отдавать за неполных 5 миллионов рублей. Из-за отсутствия действительно простых комплектаций, базовый набор оборудования включает сразу комбинированную обивку салона, электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль, светодиодные фары и многое другое. За доплату можно добавить автомобилю спортивности, заказав одним пакетом внешний обвес, полугоночные сидения и подретушированную отделку салона. К двухлитровому бензиновому турбомотору прилагаются семиступенчатый преселектив и фирменная система полного привода Quattro Ultra с двумя многодисковыми муфтами. А вот трехлитровый дизель подразумевает наличие восьмидиапазонного автомата и постоянного полного привода с дифференциалом торсом. Как говорится, выбирай, что нравится. Еще одна рыночная новинка – рестайлинговые хэтчбеки мини. Напомним, что обновление ограничилось лишь сменой обоих бамперов да внедрением диодной оптики. В салоне под замену пошли дефлекторы вентиляции, селектор коробки и руль. Зато цена выросла всего на 40 тысяч рублей. Базовая трехдверка стоит теперь 2 миллиона 200 тысяч, а пятидверка обойдется на 60 тысяч дороже. Доплачивать зароботизированную коробку не придется, она стоит столько же, что и механика. В базовую версию включены датчик дождя, мультимедийная система, динамический круиз-контроль плюс обогрев ветрового стекла и двухзонный климат-контроль. Разумеется, есть и более упакованные комплектации. АвтоВАЗ начал торговать Грантами, у которых под капотом стоит 90-сильный восьмиклапанник вместо агрегата на 87 сил. Притом важно, что смена двигателя никак не повлияла на цену вазовского бестселлера. С новым движком Гранта стала быстрее, экономичнее и удобнее для водителя, ведь 80% крутящего момента доступны уже при 1000 оборотов в минуту. Еще один плюс – клапанные зазоры, что держатся вплоть до 90 тысяч километров пробега. Параллельная новость – появление штатной телематики Lada Connect за 12 тысяч рублей. Она позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля, а также контролировать его состояние. Фондю любит тебя! Продолжение следует...